уважаемые девы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на сентябрь месяц каким для вас будет этот период и что этот месяц принесет вам в целом мы рассмотрим ваши основные цели задачи и ваши возможности в отношении тех целей и задач которые вы перед собой будете ставить рассмотрим вашу профессиональную сферу карты будут и для тех кто пока не работает и для тех кто в паре и для тех кто в семье и для тех кто в свободном поиске расклад покажет ваши кармические задачи автоматически высветит ваши как слабые так и сильные стороны жизни затронем немножечко и вопросы здоровья и в конце будет две дополнительных карты скрытых факторов или форс-мажора отдельно для женщин и отдельно для мужчин также напоминаю что все те кто знают свой асцендент просмотр можете делать как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака и то и другое верно но таким образом у вас будет больше информации для анализа колода фактически готова и я приступаю к выкладке уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваша склад начинается с десятки чаш одной из самых хороших счастливых карт младших арканов конечно эта карта показывает праздник души радость в доме положительные эмоции и именно так для вас начинается этот месяц так как у многих в этом периоде ваш собственный праздник день рождения эта карта уже может показывать то что вы свой день рождения сто процентов захотите многие отметить но хотя бы в близком кругу самых родных и близких людей если говорить о том о чем вы думаете вы думаете о том чтобы в доме было все хорошо я вижу что вы всячески вашим близким старайтесь помогать но ваши близкие в этом периоде вас также будут чем-то радовать и они вас искренне любят за все то что вы делаете для них именно такое настроение вы пронесете через весь этот период через весь сентябрь потому что от первой карты очень многое зависит и эта карта говорит о том что вы не будете унывать вы еще других зарядите позитивом и хорошим настроением карта может говорить о том что удачно вы подвели итоги может быть по прошлому месяцу что-то закрыли и уже на этот период у вас также появляются новые планы новые задачи мечты и надежды и их очень много об этом говорят две последующие карты семерка чаш и карта туза чаш то есть здесь есть надежды но это не одна мечта для того чтобы что-то реализовать из того что есть в вашей голове а планов много предстыдно чем-то хорошенечко поработать для того чтобы у вас под ногами был прочный фундамент и почва для реализации задуманного вы показаны как люди очень творческие способные развиваться я вижу что у вас есть какие-то хобби и увлечения которые вам могут быть интересны и вы обязательно должны себя развивать у вас будет возможность заняться чем-то для себя чем-то для души под вашими ногами выпала карта пажа мечей эта карта аналитики карта логики она может конечно в негативе говорить о том что излишне где-то порой из-за чего-то нервничаете или переживаете карта может показывать и принципиальность завышенные требования и к себе и к всем людям которые могут быть рядышком с вами если вы делаете кому-то замечание из близких то делаете их по существу эта карта говорит о том что вы не привыкли верить на слово любую информацию вы проверяете и опять-таки анализируете конечно эта карта может показывать некоторые неприятные моменты в доме когда из-за кого-то вы раздражаетесь и начинаете нервничать для многих важна тема ваших детей их развития их дальнейшего будущего даже если дети взрослые все равно есть переживания может быть по поводу их личной жизни и также их собственной реализации то что касается вопросов вашего здоровья все те у кого есть хронические заболевания а вот эта карта может говорить о том что по здоровью периодически возникают беспокойство я не вижу того чтобы вы особо лечились если даже испытываете это беспокойство и карты говорят о том что вы должны полюбить себя если меня смотрят люди достаточно молодые здоровые все равно карта показывает нервную систему это что порой ваши мысли могут быть очень неспокойны когда их тяжело контролировать карты могут говорить о том что вы что-то изучаете не выходя из дома вникаете в какие-то вопросы которые для вас очень важны и это может касаться чего-то нового конечно эти две карты могут говорить о том что в доме порой возникают небольшие конфликты но все равно вы потом миритесь то что касается рабочей профессиональной сферы для тех кто при работе я вижу что есть также мечты надежды вы что-то хотите улучшать в основной работе может быть вы хотите что-то пробовать новое или дополнительно но это пока на уровне вашей мысли и уже говорилось о том что для новых идей нужно наработать хороший фундамент поэтому возможно действительно кому-то в чем-то не хватает знаний опыта об этом могла говорить карта пажа мечей и вот этот опыт вам предстоит получать в основной работе вы что-то способна развивать потому что под вашими ногами восьмерка жезлов а эта карта очень активных действий то есть вы не только мечтаете думаете планируете вы еще что-то для этого и делаете и это гиперактивность по этой карте здесь могут удачно проходить любые сделки любые переговоры и неважно в какой сфере вы работаете я вижу что со многими людьми у вас есть слышимость контактность вы умеете договариваться вы умеете свои идеи действительно реализовывать в жизни и кого-то этими идеями заинтересовывать может быть ваши предложения кому-то интересны может быть вы с интересом рассматриваете чьи-то идеи но здесь идет положительный взаимообмен энергиями в рабочей сфере конечно же по восьмерке жезлов будут предложения и предложения будут очень хорошие заработать многие смогут по восьмерке жезлов для многих из вас возможны и рабочие командировки дороги и выезды даже на большие расстояния может быть что-то решаться в других городах но это могут быть и партнеры из других стран кто-то по этой карте вполне может работать и дистанционно так как эта карта дает зеленый свет на очень многие направления можно сделать вывод о том что многие из ваших надежд вполне осуществимы потому что в конечном итоге все стрелы попадут в нужную цель и высшие силы вам будут в этом помогать но вы сами делаете очень много для того чтобы достигать большего и лучшего для тех кто в этот период вошел без работы первой карты для вас выпал туз чаш эта карта также показывает абсолютно новые проекты и надежды творческие начинания и для тех кто активно работу ищет я вижу что в этом месяце вы можете найти для себя что-то интересное но многие из вас все-таки стремятся к независимости я вижу что многие из вас хотели бы работать на себя они на кого-то и эти карты тоже вам дают такую возможность потому что по колеснице это возможность сделать прорыв в том направлении которая для вас важно есть мечта идите к ней следуйте той цели которые перед собой поставили и у вас получится обе карты об этом говорят потузу чаш это высшее проведение это благоприятные известия это чья-то дружба чья-то помощь рядышком с вами то есть у вас могут быть единомышленники люди которые вас чем-то поддержат или это может быть один человек но на которого вы в чем-то сможете рассчитывать здесь вы также сможете и отдохнуть и чему-то порадоваться и у кого-то это могут быть дороги связаны с отдыхом может быть с личной жизнью кто-то тут выстраивает личную жизнь но для кого-то это все то что связано с реализацией новых проектов интересных для вас несмотря на то что вам кто-то способен с работой помочь или с трудоустройством все-таки по колеснице вы должны уметь рассчитывать на себя и брать любую ситуацию под свой собственный контроль здесь очень много амбиции я вижу что вы берете разгон вы мчитесь вперед и карты могут даже показывать скорость то что ускоряюсь хочу успеть хочу кому-то что-то доказать и прежде всего хочу себе доказать что я способен или я способна карты очень хорошие но теперь посмотрим что в ваших кармических задачах в кармические задачи для вас выпала карта старшего аркана силы и она говорит о том что вам нужно быть очень сильными и волевыми людьми для того чтобы добиться того чего вы хотите а это говорит о том что могут возникать сложности может быть сама жизнь создает вам определенные препятствия может быть это конфронтация с определенными людьми когда может быть кто-то в каких-то вопросах оказывает на вас давление или по каким-то моментам возникают спорные ситуации которые вы также должны будете разрешить с помощью собственного ума и мудрости мы здесь видим женщину которая укращает льва и ей это удается поэтому проявите амбиции проявите характер амбиции вам понадобятся не только в деловой сфере но и в личной жизни и в доме и то что касается финансов здесь многого нужно добиваться собственными усилиями тема финансов для многих из вас будет очень актуально потому что двойка жезлов которая выпала под вашими ногами предполагает то что вам нужно гораздо больше тех денег которые у вас могут быть на сегодняшний день в наличии уже говорилось о том что вы сможете заработать даже те кто не работает вы пока без работы я вижу что все равно еще эта помощь вы также не будете без денег но двойка жезлов предполагает то что на масштабные проекты важные для вас нужно дополнительное финансирование или чья-то спонсорская помощь то есть вас это может волновать эта карта может просто показывать то что вы обдумываете варианты того как лучше решить финансовый вопрос но все равно вы рассматриваете что-то для себя дополнительно у вас благие намерения достойные цели будет время и на то чтобы о чем-то подумать и поразмышлять возможно меня могут смотреть и те люди которые обдумывают новые кредитные линии я вижу что для вас это возможно но нежелательно в этом месяце оформлять новые кредитные линии те у кого есть имеющиеся долги при том по любым вопросам это может быть даже текущие счета показано что эти долги нужно закрывать и вам нужно правильно уметь обращаться теми деньгами которые будут в ваших руках потому что здесь тоже сложности с отдачей закрытием даже может быть любых текущих счетов поэтому карты конечно же могут предполагать и большие расходы по первой карте которые вы должны уметь или сдерживать или контролировать и все-таки искать дополнительные варианты подработки и сотрудничество с другими людьми но теперь перейдем к нашим семейным парам посмотрим что ваших домах что в ваших отношениях для семейных пар выпала четверка жезлов и карта рыцаря мечей четверка жезлов карта благодатная карта семьи дома она также может показывать домашний уют спокойствие то что вы стремитесь к домашнему уюту и карта также может показывать отдых в доме то что вы можете себе этот отдых организовать эта карта также может показывать празднование чего-либо или то что может быть вы встречаете с близкими или ваши двери открыты для ваших близких или то, что у вас кто-то может быть в гостях. Здесь милые беседы, все неплохо, вроде бы как все стабильно, но со стороны вашего партнера, если говорить сейчас о женщинах, идет некоторая агрессия, либо нервозность, и я вижу, что если меня смотрят женщины, из-за своего мужчины вы будете нервничать. Те, у кого есть сыновья, в особенности мальчики взрослые, тут тоже большие переживания из-за взрослых детей. Может быть, не всегда у вас есть понимание. Почему? Потому что со стороны одного из вас идет категоричность, то есть если вы начинаете спорить, каждый стоит на своем. Можете переходить на крики, но эти конфликты вас просто могут истощать, поэтому старайтесь, но не ругаться. Тут также могут конфликты касаться определенных дорог, выездов, командировок. Может быть и такое, что ваш партнер часто куда-то выезжает, может быть, находится в состоянии разъезда, и это могут быть тоже непростые нервные дороги, и все эти нервы переносятся в ваш дом. Все-таки от того, какая будет погода в доме, во многом зависит по первой линейке все-таки от женщины. У вашего мужчины, возможно, есть сложности в профессиональной сфере или также что-то то, что упирается в финансы. Это тоже может обсуждаться в доме. Если меня смотрят мужчины-девы, то вы способны сами провоцировать конфликты, судя по второй карте. Есть раздражительность, и вам сложно порой успокоиться. Но отношения в паре в любом случае сохраняются, хотя не всегда они простые. Теперь рассмотрим, что ждет наших свободных дев. Для свободных дев выпала семерка жезлов и четверка мечей. Семерка жезлов предполагает то, что у вас тоже есть сложности и в личной жизни, и вообще здесь показаны некоторые конфликты с другими людьми. Но это может касаться даже ваших близких, когда ваши близкие, может быть, вам говорят о том, что вы не так живете или что-то не так делаете. Но при этом вы не позволяете кому-то вмешиваться в вашу личную жизнь. Даже близким людям вы стараетесь их просто поставить на место. Но я вижу, что порой в душе бывает крайне тяжело, может возникать даже болезненное состояние из-за того, что, например, пока не получается создать нормальные отношения. Хотя вы мечтаете о семье. И даже если меня смотрят те, кто на сегодняшний день встречается, я вижу, что между вами есть какие-то сложности. По прошлому здесь также есть конфликты, о которых вы думаете и сейчас, и вы понимаете, что доказывать, может быть, или партнеру что-то, или его близким. Нет смысла, и у вас просто на это нет сил. И четверка мечей может просто говорить о том, что вам нужно время для того, чтобы собраться с мыслями, прийти в себя, что-то обдумать. Но порой не хочется ничего. Давайте все-таки для наших свободных, как бонус, я возьму для вас дополнительные карты на пояснение. Для тех, кто встречается, что вам нужно знать. Для вас выпала пятерка чаш. Карта говорит о том, что огорчаетесь, обижаетесь. Чего-то от партнера ждете, но того, чего ждете, не происходит. Возможно, вольно или невольно, или он, или кто-то из его родни способен вас обидеть. Вы начинаете уходить в себя. А по факту эта карта говорит о том, что многое в ваших руках, и вы многое способны исправить. Возьмем еще одну карту для вас на совет. На совет выпала девятка жезлов, и она говорит о том, что за свое счастье нужно бороться. Для тех, кто вообще пока не встречается, у вас нет друга или подруги, карта для вас. И это колесо фортуны. Я вижу, что уже в ближайшем времени вам непременно повезет. И эта карта показывает неожиданное, но счастливое знакомство. Колесо фортуны – это удача, или человек, который войдет в вашу жизнь, принесет вам удачу. И это будет в скором времени. Вообще, не будем привязываться к событиям только с сентября месяца, но эта карта говорит о том, что в течение десяти календарных месяцев ваша личная жизнь может кардинально измениться. И вполне возможно, что ваш партнер или партнерша может быть даже где-то на расстоянии, потому что карта показывает дороги, сближения, интерес, спонтанность, азарт и ветер перемен в вашей личной жизни, которые выметят все ненужное, и, наоборот, впустят в вашу жизнь что-то положительное и светлое. Ну а теперь откроем карты форс-мажора для женщин и карты форс-мажора для мужчин. Для женщин эта карта семерки монет. Эта карта ежедневного труда, усердий, стараний. И она говорит о том, что многим из вас действительно придется много работать. Но в негативе карта может говорить о том, что то дело, которым вы занимаетесь, либо не приносит вам уже должной радости, либо вы немножечко перегорели. Вначале то, чем вы занимались, вас очень сильно увлекало. Было очень много азарта. Сейчас этот азарт немного умерился. И я вижу, что хочется чего-то большего. То есть, возможно, вы будете для себя рассматривать все-таки дополнительные варианты или по подработке, или о том, чтобы работу сменить кардинально. Но в то же время без дела вы сидеть не будете, просто мечтать вы так же не будете. Вы будете что-то для этого делать. Ну а теперь посмотрим на карту форс-мажора для мужчин. Для мужчин выпала карта короля чаш. Для вас эта карта может показывать мужчину друга, родственника, хорошего знакомого, который вам чем-то поможет или чем-то порадует. Потому что от мужчины будет в отношении вас поступать хорошая, положительная информация. Для мужчин эта карта говорит о том, что будет возможность также подумать о своих хобби и увлечениях и, возможно, даже чему-то уделить время. В целом, если подводить итоги вашего расклада, если говорить о женщинах, несмотря на то, что могут возникать небольшие нервные ситуации, из-за близких людей, из-за финансов, все-таки в целом месяц пройдет плодотворно, благодаря тому, что вы сами во многом проявляете характер, настойчивость и силу. Если говорить о мужчинах, то для вас этот месяц все-таки начнется более нервно, чем для женщин, но потом что-то будет стабилизироваться, жизнь вам будет давать некий выбор в работе или в финансах. Могут возникать спорные или конфликтные ситуации у вас и по работе, и в семье. Карты могут показывать эмоциональную усталость или физическую слабость, когда понадобится отдых. Так как для женщин в скрытые факторы выпала семерка монет, эта карта еще может предполагать и получение финансов, заслуженных денег, которые вы заработали за свои труды, за свои усердия. Это может быть результаты в каких-то других вопросах, но приходится немножечко ждать этих самых результатов. всем замечательного настроения на весь сентябрь месяц. Пусть сбываются все ваши самые заветные мечты и желания, и с этим вам предстоит поработать. Но расклад говорит о том, что для вас очень многое возможно, поэтому идите к своим целям. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте обратные комментарии, пересматривайте этот расклад по прошествии времени, для того, чтобы вы точно понимали, что с вами проигралось, а что нет. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду в еженедельных прогнозах, которые выходят каждую неделю. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok